Создавая этот ролик, изначально я просто хотел показать вам примеры вторичного использования обычных одноразовых батареек, но в итоге решил затронуть глобальную тему загрязнения окружающей среды. Поэтому убедительная просьба досмотреть это видео до конца и при возможности поделиться им со своими друзьями в социальных сетях. Тысячи лет наши предки жили и довольствовались дарами природы, не загрязняя ее. Но 300 лет назад все кардинально изменилось. С изобретением паровой машины началась промышленная революция. Позже Александра Вольта изобретет первый химический источник тока, и человечество начнет изучать чудеса электричества, которые ранее считали божественным явлением. С изобретением двигателей внутреннего сгорания за 150 лет мы почти полностью исчерпали нефтяные ресурсы планеты, которые природа создавала миллионы лет. За последние 50 лет мы покорили космос, познали силу атома и капли воды, создавали оружие невиданной мощи. Мы стали создавать машины, которые работают за нас, машины с огромной вычислительной мощностью. За 50 лет мир изменился до неузнаваемости. Еще вчера мы были рады кнопочным звонилкам и даже мечтать не могли, что через пару-тройку лет технологии изменятся настолько, что у нас в кармане будет целый компьютер. Весь наш мир основан на электричестве. Без электричества мы будем отброшены в каменный век. Портативная или носимая техника, которой мы пользуемся всегда, нуждается в источниках питания. Аккумуляторы и батарейки, которые мы используем и выбрасываем. Так много, что мать природа не может их переварить. Такое быстрое развитие технологий в конце концов приведет к технологической сингулярности. Искусственный интеллект. Машины будут создавать машин, а человек будет нервно курить в углу. Аккумуляторов и прочих химических источников мы будем потреблять в миллионы раз больше, чем сейчас. Но даже если всего этого не случится, а это случится, нынешние экологические загрязнения уже доходят до катастрофических масштабов. Многие этого не замечают, либо не хотят. Какое нам дело до экологии. Но проблема более глобальна, чем может показаться. Из-за этих загрязнения стали массовыми раковые заболевания и генетические отклонения. И каждый из нас в ответе за это. За свое будущее и за будущее своих детей. Оказавшись в природе, металлический корпус батарейки со временем будет разлагаться. И тогда токсичные вещества, такие как цинк, магний, свинец, ртуть, кадмий, олова, щелочь и прочие едкие штуки окажутся в земле. В воде. И никакой фильтр не очистит их. И мы будем это пить, есть и вдыхать. Я знаю, что на данный момент, особенно в малых городах, есть проблема с утилизацией обычных химических источников питания. И многие попросту выкидывают батарейки на свалку. И если я скажу, что всего лишь одна батарейка может загрязнять 20 метров земли, и население одного города, выкидывая по одной батарейке в неделю на улицу, всего лишь за год может превратить целый город в безжизненную токсичную зону, это ничего не изменит. Вы скажете, а куда же девать батарейки? И я сегодня предложу несколько методов борьбы с этой проблемой. Обычные или солевые батарейки мы используем везде. Любой, думаю, знает, что они имеют напряжение в полтора вольта. Бывают разных форм-факторов и имеют разный срок службы, в зависимости от цены и производителя. Есть и алкалиновые или щелочные батарейки, которые, как правило, стоят дороже, но срок службы у них достаточно большой. Но все они являются одноразовыми. Если напряжение на них становится менее 1 вольта, как правило, приборы, в которых они были установлены, прекращают работать. Многие знают, что есть в продаже и аккумуляторы аналогичных размеров, которые являются перезаряжаемыми, в отличие от обычных батареек. Недостатком является их цена. Аккумуляторы, как правило, дороже, но прослужат дольше, ведь их всегда можно зарядить. На аккумуляторах, как правило, указывается их емкость в миллиампер-часах, и они имеют напряжение 1,2 вольта, в отличие от обычных батареек на 1,5 вольта. Но большая часть портативной электроники без проблем работает и от аккумуляторов. Во многих странах в продаже сейчас можно найти как устаревшие никель-кадмиевые аккумуляторы, так и более-менее современные никель-металл-гидридные. Есть также и литий-ионные с зарядкой от USB. Последние я очень советую. Перейдя на аккумуляторы, вы платите всего один раз и забываете о замене батареек на несколько лет. Этот способ не решает проблему целиком, но резко сокращает количество потребляемых батареек. И уверяю, это дешевле, чем покупать одноразовые батарейки. А как быть с уже отработавшими батарейками? Ответ прост. Если некуда их сдавать, можно выжимать из них все соки. Как это сделать? Очень просто. Как сказал ранее, мы выбрасываем батарейки, когда они разряжаются. Но разряжены ли они до конца? На самом деле нет. Они еще могут прослужить и довольно долго. Перед вами сейчас простой сверхнизковольтный преобразователь напряжения. Точнее целый фонарик, который будет работать от дохлых батареек. Фишка в том, что такая простая схема даст возможность своими руками за минимальное количество времени собрать неплохой фонарик, который будет выкачивать из и так уже дохлой батарейки все соки. Как его собрать? Очень просто. Берем любую древнюю эконом-лампу и аккуратно вскрываем цоколь. Но будьте осторожны, чтобы не разбить колбу. Далее достаем плату балласта, которая имеется в любой эконом-лампе. Из этой платы нам нужно вот такое колечко и один из транзисторов. Транзисторы, кстати, в зависимости от мощности эконом-лампы могут выглядеть так, так или так. Подойдут все. Расположение выводов у них одинаковое. Далее нам нужно убрать все обмотки с кольца, оставляя только голый сердечник. Потом нужно найти провод с диаметром от 0,1 до 0,3 миллиметров. Провод нужен в лаковой изоляции. Кстати, на той же плате балласта имеется дроссель. Он намотан как раз-таки нужным нам проводом, поэтому можно его разобрать и использовать провод для наших целей. В нашем преобразователе две обмотки. Берем два отрезка провода с длиной примерно 20-30 сантиметров. Для большей наглядности я буду использовать провода разного цвета. Далее скручиваем концы проводов так, как это показано, и начинаем намотку. Мотаем около 20 витков. Плюс-минус. После намотки у нас образуется 4 отвода. Теперь нам нужно соединить концы и обмоток для получения средней точки по схеме. Начало первой обмотки соединяем с концом другой. И запаиваем для большей надежности. Соединить провода можно так или так. А вот такие соединения неправильные. Работать не будет. Далее собираем схему. Думаю, проблем с этим не возникнет, так как все показано предельно наглядно. И еще. В схеме есть резистор с сопротивлением 1 кОм. Цветовая маркировка резистора сейчас перед вами. Его сопротивление не критично и может отклоняться в большую или меньшую сторону где-то на 50%. Ну и светодиоды. Самые обычные. Можно купить в магазине, достать из старых зажигалок или фонариков. Благо они сейчас валяются на каждом углу. Светодиоды имеют полярность. Грубо говоря, плюс и минус. Если подключить неправильно, работать не будет. Собранная схема работает сразу же. Количество светодиодов можно увеличить, соединив их так или так. В этом случае батарейка будет быстрее разряжаться, но фонарик будет отдавать больше света. Представленная схема начинает работать от напряжения 0,6-0,7 В. Это значит, что она разрядит и так уже дохлую батарейку до указанного напряжения. Если использовать германиевые транзисторы старых образцов, то схема разрядит батарейку почти до нуля, а точнее до 0,2 В. Это более предпочтительно, так как мы будем использовать весь ресурс батарейки. Этот компактный преобразователь можно встроить в любой дешевый фонарик с батарейным отсеком. Советую эту простую конструкцию собрать со своим ребенком на досуге. Ребенку будет интересно, а самое главное, этим вы окажете небольшую помощь нашей планете. Можно сделать несколько таких фонариков под разные батарейки. Сами фонарики можно использовать по прямому предназначению, либо в качестве ночника. Светиться светодиод от одной батарейки будет не один день. А что делать, если батарейки полностью сдохли после фонарика? То же самое, что и я. Взять, к примеру, трехлитровую банку, пластиковую крышку и хранить батарейки в банках. До лучших времен. Пока чиновники не очнутся и не поймут всю серьезность этой проблемы. Вот тогда будут пункты утилизации в любых городах и селах. А мы пока подождем. В чем скрытая функция обычной батарейки? Ответ очевиден. Батарейка – это бактериологическая бомба замедленного действия. Оценивайте это видео и делитесь с близкими. Здоровья вам, друзья. И пускай небо всегда будет голубым, воздух чистым, а земля плодотворной. И чтоб нашим потомкам не пришлось целоваться в противогазе. Каждый сам творит свою судьбу. А в наших руках – судьба каждого. Если сидеть сложа руки, мы превратим нашу планету в место, где не выживут даже бактерии. А на этом все. С вами, как всегда, был Касьян Ака. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok